Как же просто пролетела неделя, как же приятно вспоминать о том, как она была, чем была насыщена и насколько же здорово быть в лете, если честно. Ну что, и гостей тоже принимать, тоже очень приятно. Сегодня у нас программа Life is Life с желанным, долгожданным гостем. Это, ну, как это можно было сказать, если бы на моем месте сидел мужчина, он бы точно сказал комсомолка и красавица. Ну ладно, я уже эти эпитеты уберу, потому как она серьезный человек. Она Life coach, она автор игры The Game, игра, которая меняет траекторию жизни абсолютно точно, потому что, ну, по меньшей мере, она как-то очень помогает формулировать мечты, да, именно вот не распространяясь, не разбрасываясь на общие потоки Вселенной, а на базовой основе о здоровье, любви, счастье, благополучии, именно вот пожелания счастья всем, еще и какие-то свои нужные акценты расставлять там. Ну, еще она проводник информации и какой-то коммуникатор людей, потому как именно через нее проходят сотни судеб, и она вот это все как-то очень интересно между собой связывает. Семь лет она уже работает, и поэтому очень приятно видеть ее здесь в студии и поговорить с ней именно об этом. Причем она не одна, она даже вот как мамочка тут пришла. Привет! Ёлечка, привет! Ну да, ты знаешь, ты не только со мной здоровьешься, потому как нас по секрету всему свету слышат очень многие люди, и мне тоже очень приятно об этом говорить. Приветствую всех твоих радиослушателей, всех поклонников, тебя. Я знаю, что их очень много. Да ладно? Да. Слушай, даже не догадывалась, прям положа руку на сердце. Кто там рядом с тобой? Ну-ка покажите мне скорее, кто там рядом с тобой. Здравствуйте! Как зовут это чудо? И твоя насыщенная жизнь настолько многоградна, что сейчас ты вот как мама здесь и как профессионал. Да, так получилось, что я сейчас нахожусь в нескольких ролях, это, во-первых, как гость, гость твоей программы, как коуч рассказать что-то интересное для твоих радиослушателей, и как мама, да, рядом со мной находится мой малыш. Почему-то он просит папу, не знаю, видимо, хочет, чтобы папа увидел, какая мама здесь у него красивая, успешно сидит, вещает на радио. Как же здорово-то. Знаешь что, давай так, у нас все-таки не только информационная программа, а еще и музыкальная. Я вчера услышала потрясающую песню Марьяма Мирабова, которая называется «Мама». Давай мы ее как раз послушаем сейчас, а сразу же после нее продолжим наш с тобой серьезный разговор. Идет? Идет. Евгения Сидоренко у нас сегодня в гостях в программе «Лайф из лайф». Мамочка, привет тебе. Это я тоже передаю Женька здесь со своей мамой. Научи меня любить, мама, расскажи, как жизнь прожить. Мама, ты меня прости. Вот такая потрясающая песня Марьяма Мирабовой. Если вы еще не слышали, пожалуйста, посмотрите. А вообще у нее очень много джаза, очень много. Вчера она была в эфире, говорила об этом. Я хотела напомнить, так как это программа «Лайф из лайф», что... Я люблю. Не хочу даже прерывать эту песню. Ну давайте встретим гостя в «Лайф из лайф» и договорю. Ну а я возвращаюсь к нашему гостю. Жень, ты меня прости. Я вот немножко так это отвлеклась от нашей с тобой темы на новости. Хотя это тоже, да, многограны жизни подчеркивает. Конечно. Самое главное, что такие приятные новости. Действительно, Нью-Йорк оживает, город оживает. Не только, конечно, Нью-Йорк. Я думаю, что в других штатах тоже такая положительная тенденция. Но что самое главное, сейчас пока тебя слушала, я поймала на высли, что как же здорово прийти в реальную студию. Увидеть реальную Юлю с ее потрясающей энергией. Не вот это вот все по скальпу. А именно, конечно, живая жизнь, живая энергия. Подожди, я еще сейчас кофе живого налью. Да, мы с тобой еще кофе налью. Это на самом деле очень приятно, здорово. И прекрасно делиться какой-то информацией, вот когда находишься вживую и общаешься с... Ты знаешь, вопрос к тебе, как к Лаве, что, смотри, многогранная жизнь. Она была у тебя на паузе, она у тебя была вся в виртуале, и ты была заперта в своей роскошной квартире, если думала, ладно. Это были красивые минутки. И видела только своих близких, и была с малышом своим, и с мужем, и вот мама сейчас у тебя здесь, да, в студии только что и малыш, и мама были. То есть для тебя вот то самое время, когда это все было в виртуале, не стало каким-то на паузе, да? То есть оно просто трансформировалось. Ты и игры свои продолжала. Вот сейчас скажешь, продолжала ли ты их, а потом мы поговорим, что такое игры для тех, кто не знает. Да, я могу определенно точно сказать, что у меня вся работа перешла в режим онлайн, и все индивидуальные клиенты по коучингу и игру я, которую вела в оффлайн, я ее трансформировала тоже под онлайн-формат. И вначале все это было, конечно, здорово, потому что я продолжала работать, я продолжала вести своих клиентов, у меня была такая возможность. Но потом, через полгода, я действительно стала чувствовать дефицит вот этого реального общения, живых людей. И вот я сейчас как раз на следующей неделе еду в Майами вести живую игру, и я так счастлива для меня. Это как какой-то подарок, день рождения, потому что почувствовать людей именно вот в одной комнате, конечно, это здорово. Хотя онлайн-формат тоже хорошо идет, есть возможность играть из разных стран. Играют из России, из Европы, из Азии, из Фанады. Да, сейчас отсюда, да. Сейчас вот я включил стрим на Фейсбук, и сразу же тебе скажу. Итак, у нас в гостях в студии, в программе Life is Life, Евгения Сидоренкова. Она создатель игры The Game. Да, возможно, это аккумулированная информация из-за многих разных вариаций этой игры, но то, что сделала она, это действительно уникально. Значит, эта игра могла быть и в виртуальном формате, когда команды были из разных стран, причем просто по людям, да, собирались. Очень интересные персоны, наполненные, которые хотели изменить, или, как это говорят, трансформировать, да, жизнь. Улучшить. Улучшить, да. Значит, ты будешь говорить на своем языке игры, терминологией пользоваться, к которой все привыкли, те, кто играют в нее. А я буду переводить на тот язык, которым мы просто разговариваем с людьми. Итак, игра. Что такое игра и как игрой можно улучшить жизнь? Итак, игра, в первую очередь, это тренинг. Да, мы знаем разные виды тренингов. Бывают лекции, бывают семинары, мастер-классы. Это тренинг. Что такое тренинг? Это когда ты что-то проходишь в какой-то форме. В данном случае это тренинг в игровой форме. То есть ты принимаешь активное участие, ты не просто слушаешь, ты взаимодействуешь с другими участниками этого процесса. И в моей игре я собрала такой формат, малую группу. Для меня он наиболее, скажем так, комфортен, как для тренера, потому что группы бывают разные. Кто-то делает на 100 человек, кто-то делает на 2 человек. Вот для меня 6 человек – это идеальный формат. 6-8-10. Вот больше уже. Ого, это посмотри, все со своим зарядом энергии, все со своими тараканами и бабочками. А если человек эмоционален, если человек творческий, тем более, да, или наоборот, не с дюжинной силы, там, бизнесмен, который хочет тоже что-то такое поменять, и 10 человек, ты можешь вот такой менеджмент делать из 10 человек? Да, но 10 человек – это максимум, я могу сказать сразу, потому что каждый, естественно, приходит со своим запросом, со своей энергией, со своими мечтами, желаниями. И несмотря на то, что это групповая работа, точно так же я мониторю, обрабатываю, скажем так, на коучинговом языке каждого человека в отдельности. Мне важно ничего не упустить, поэтому больше 10 человек, я считаю, что это уже будет неэффективно. А какой должен быть запрос для того, чтобы захотеть изменить? Понятно, что лучший враг хорошего, но если в какой-то момент понятно, что вот уже не только хорошее идет, а какая-то еще ерунда, в которой хочется разобраться, а самостоятельно разобраться в этом не получается, но пастора не оказалось рядом. И доверительная беседа с каким-то другом тоже уже не спасает, да? И алкоголь уже не хочется. О, да. Кстати, скажу, что во время как раз-таки пандемии очень многие ушли от алкоголя вообще и перешли в духовные практики, начали развиваться, обучаться. Появилось очень много бесплатной информации. Какие-то эксперты начали делать, выходить в онлайн-эфир. Мы узнали про множество новых профессий, про множество новой какой-то информации, которая до этого была в какой-то степени доступна. Та же самая игра, которую я делала, только оффлайн. Я ее сделала онлайн. То есть я дала возможность участникам из любой точки мира сыграть и попробовать этот инструмент. А что касается запросов, то сейчас, наверное, самый такой частый запрос, он касается именно предназначения. Люди начали искать и задумываться о смысле жизни, о том, что зачем они вообще здесь, именно в плане вот своей реализации, когда мы выходим на свое предназначение, это определенная точка. Мы до этого берем, накапливаем знания, опыт, развиваем свои какие-то сильные стороны, таланты. В какой-то момент мы понимаем, что нам хочется делиться. Вот все, я больше не могу брать, брать, брать. Все, доходит какая-то точка, что я хочу что-то отдать. И вот тогда они думают, а что я могу отдать, собрав этот опыт, собрав свои сильные стороны, таланты. Вот как я могу это аккумулировать и сделать что-то такое для человечества или для группы людей, что-то такое, что будет действительно полезным. И при этом, конечно же, это можно перевести в бизнес, это можно монетизировать, то есть совместить приятное, полезное. Ну вот смотри, значит, с тобой по меньшей мере это безопасно. Это по меньшей мере. Помимо того, что формулируется от этого желания что-то поменять, что формулируется этот момент. И еще, это же творчество. Если создать, если поделиться, то это творчество. Творческому человеку, собственно, очень свойственно сомневаться. Очень. Да, только дурак может быть уверен в том, что он делает совсем, окончательно, бесповоротно. Даже если очень много денег приходит от того, что творческий человек творит, то все равно он каждый раз сомневается. А может быть, это недостаточно хорошо. А может быть, вот моя планка еще. То есть будь собой. Помнишь, мы много раз об этом говорили, да, призыв такой. Будь собой, и тебе не придется врать, и ты будешь такой естественный. А вдруг ты недостаточно хорош, быть собой в той ситуации, в которой ты находишься. То есть люди, которые приходят на игру к тебе, выражая свой запрос абсолютно искренне, свой вопрос, не будем говорить запрос, свой вопрос, да, вот желание, того изменения, которое они только нащупали, с тобой совершенно точно крылья никто не обломает. Потому что и ты поддержишь, и те сильные люди вокруг тебя, которым по неволе человек, приходящий на игру, доверяет свое желание, свой запрос, свою информацию, они тоже поддерживают то, что это друг друга поддержка. Вот в чем ты коммуникатор. Фантастик. Я хочу сказать по поводу творческих людей, ты очень здорово заметила, творческие люди зачастую не обладают бизнес-жилкой. Они, кстати, очень часто приходят на игру. Очень талантливые люди, действительно, у которых очень такие... Сейчас я только скажу, смотри, бизнес – это прагматизм, а творчество – это романтизм. Вот совместить романтиков и прагматиков давно мне показалось, что это там шестидесятники, да, которые могли быть физиками или там, ну, и петь, да. А вот здесь ты сейчас говоришь тоже, что почему-то у творческих людей бизнес-жилка не очень развит. Ну что ж такое? Это прям штучные какие-то моменты бывают, да, уникальные, когда бизнес тоже есть там же. Бывает, когда человек понимает, что помимо творчества ему ещё нужно понимать, как свой продукт развивать, как его продавать, то есть это обязательная составляющая. И ты их соединяешь? Нет, я могу кого-то соединить, безусловно, могу кому-то подсказать, а кто-то, может быть, сам вдруг осознает, что здорово развивать в себе ещё какие-то дополнительные навыки, которые очень здорово помогут творчеству преобразовать во что-то действительно масштабное. Можно нарисовать картину, никто никогда в жизни о ней не узнает, и никто её не увидит, а можно её нарисовать и потом предложить её на какую-то выставку, начать общаться с арт-дилерами, то есть действительно развивать это, потом это будет огромная выставка, потом ты будешь участвовать в Art Basel в Майами, то есть это всё имеет свойство развиваться, поэтому такие творческие люди очень часто приходят, действительно, которые суперталантливые, но они не понимают, как этот талант адаптировать под современную жизнь, чтобы другие люди тоже за него платили, ценили его и помогали развивать. То есть есть каталог директора, продюсеры? Ну, на счёт моей базы у меня, мне кажется, уже есть все. Если кто-то кому-то нужен, у меня такая база, особенно по Нью-Йорку, там все специализации, там все профессии, и там такие прекрасные, амбициозные люди, которые действительно... Ну, мне кажется, человек вообще, в принципе, приходит на любой тренинг, когда он хочет, когда у него есть амбиции, когда он хочет что-то поменять. Если мы хотим что-то поменять, это уже априори одного желания, в принципе, в какой-то степени даже достаточно, потому что ты делаешь свой запрос, ты уже говоришь, так, мне этого недостаточно, мне хочется всего-то ещё больше. Вот сидит золотое руно, вот сидит золотое дно, вот сидит человек, в котором кладезь информации, которая какими-то немысливыми путями, какие-то уже нейронными, соединяет всех людей... Ну, я как проводник. Да, я действительно как проводник. И, собственно, суммы, которые звучат, мы не будем их сейчас озвучивать, конечно, потому что у нас некоммерческий стабуэфир, которые звучат для того, чтобы поучаствовать в игре, они вовсе даже не стоят того, о чём мы сейчас сказали, да, каких глыб можно соединить и какие огромные проекты могут быть воплощены. Что сейчас будет в Майами? В Майами будет традиционная игра. Кстати, очень сильная команда в этот раз набралась, женская команда. Я вот не помню, ты играла, по-моему, у тебя не было мужчин. Да, нет, не было. Я могу сказать, что команда женская, и когда в этой команде есть хотя бы один мужчина, конечно, энергетика совершенно другая. Но это команда женская, видимо, им нужно было оказаться в этом женском коллективе. А у тебя было так, чтобы прям вот пять мужчин пришли на игру? Да, у меня такое было, и я такое больше не повторяю никогда. Потому что мужчины, мы все знаем, что они, просто когда мужская энергия, она очень агрессивная в какой-то степени, они такие конкуренты. Это точно. Вызывать его на помощь. Да, и я решила, что таких экспериментов я больше ставить не буду, я всё-таки буду разбавлять мужское и женское. И сейчас, мне кажется, вообще очень здорово соединять мужское и женское, чтобы мы лучше понимали друг друга. И в игре, кстати, часто приходят пары. Для пар это просто супер инструмент, я могу поделиться своим опытом. Однажды я играла со своим мужем, мы не могли прийти к определенным консенсусам, скажем так. То есть у нас были разногласия. Я говорю, ну что, давай попробуем через мой тренинг. Я могу сказать, что это сработало просто на 300%. Во-первых, я увидела своего мужа по-другому в игре. Человек раскрывается всё-таки. Он не может что-то придумывать, у него нет на это времени, как-то что-то из себя строить. Да, интуитивность. Я в очередной раз увидела, какие у него есть классные мужские черты. И когда мы видим рядом мужчину, который проявляется как мужчина, у нас автоматически даже включаются наши женские качества. Очаровалась. Да. Интересно. Ну и я, да. Да, это было здорово. И поэтому потом, когда стали приходить пары, кстати, прошлая игра, которая у меня была в Майами, там было прямо две пары. И это очень здорово, конечно, сыграть и пары. Но сейчас у меня женский коллектив, и в принципе, в каждый период времени, мне кажется, попадается та команда, это не случайно, которая тебе нужна именно сейчас. Потому что, несмотря на то, что я делаю этот тренинг, доступный для всех, есть люди, которые не могут на него записаться годами. Понимаешь, вот люди, которые там... Не судьба. Вот то у них откладывается, то не получается, то там у меня что-то происходит. И все равно, если человеку надо, он попадет в нужное время, в нужную команду. Это 300%. Это подтверждение этому было очень много раз. Я все-таки веду игрушу на протяжении пяти лет. Я вижу результаты, я вижу отзывы. Это не просто какой-то продукт, который я начала вчера. Я еще не знаю, как он сработает. Ведь часто такое бывает, когда мы начинаем что-то новое, мы не знаем, как потом это скажется в течение какого-то времени. Вот я сейчас уже могу сказать, что так как в игре мы ставим себе цели либо на год, либо на несколько лет, то есть я уже вижу, я уже отслеживаю, к чему приходят клиенты спустя какое-то время. Очень многие возвращаются. Очень многие. Все равно, клиенты, когда ты говоришь, когда я вижу, как ты к ним относишься, к тем, кто приходит к тебе на игру, лучше игроки сказать. Хотя это тоже не игроки, но это точно не клиенты. То есть это прям вот реально... Единомышленный. Вот, это вот какая-то реальная игра объединяет на совершенно фантастическом уровне. Знаешь, я сейчас хотела бы, чтобы прозвучали слова одной песни Андрея Сапунова, которую я очень люблю, и которую сейчас, мне кажется, в настройках наших подправят очень многое. Даже если речь идёт об игре, о которой мы с тобой сейчас говорили. Помнишь такого человека, Андрея Сапунов? Да, конечно. С добрым словом вспомним это имя, ну и, конечно, послушаем. Евгения Сидоренкова у нас сегодня в гостях в программе Life is Life. Мы продолжим через несколько минут. А сейчас слушаем. Думаем и знаем. Продолжаем мы ещё с подключением одного замечательного человека. Если честно, прямо с большим удовольствием говорю, что ещё один гость к нам присоединился, Александр Ноткин. И мы, конечно, все его давно-давно знаем. Сейчас, подожди. Эх, к сожалению, не видно прямо вот реакции Жени. Сидоренкова и на Сашу. Но это была просто фантастика. Привет, Юля, привет, спасибо. Откроем небольшой секрет для наших радиослушателей, что мы с Женей Сидоренковой учились на одном курсе в Питере. Да, мы однокурсники. Они не знали, присутствуют друг в друг сегодня в эфире. Юля, это судьба. Мы должны были все встретиться втроём. Саша, привет, очень рада тебя слышать. Ну, хорошо. Между прочим, он пожаловал тоже с хорошими новостями. А я знаю его новости, да? Он открывает школу. Ну, думаю, как-то приблизительно. Все уже всё знают. Ты знаешь, дело в том, что ещё, помимо всего прочего, этот человек преподает актёрское мастерство на русском, английском и иврите. Я знаю лист Расберга университет. Это лучше. И ещё он преподает в Москве, на минуточку, в Гитязи. А вот сейчас у него онлайн-школа своя открывается, поэтому из любой точки страны и вообще мира можно просто присоединиться. Саша, рассказывай, возрастные какие-то у тебя есть цензы, кастинг будешь ли ты устраивать, или это просто ты делишься своим мастерством? Или нам с Юлей ещё не поздно присоединиться. Не, давай вот это допустим. Пошли педагогами. На самом деле мы уже сейчас находимся на моём занятии. Друзья, я расскажу. Да, во-первых, спасибо большое, Юля. Спасибо, Женя, за такую прекрасную рекламу. Да, я расскажу в двух словах нашим радиослушателям. Дело в том, что... Это не реклама, это любовь. Чем он отличается, в принципе, от других курсов? Занятия, которые я веду в институте Ли Страсберга в Нью-Йорке и занятия, которые я веду в ГИТИСе, они предназначены для профессиональных актёров или для студентов театральных вузов, то есть которые связали свою жизнь навсегда с актёрской профессией. Чем отличается этот курс от тех занятий? Тем, что здесь я открываю свои двери для людей, которые... Ну, не только для профессиональных людей, но также для людей, которые ничего общего с актёрской профессией не имеют. Например, люди, которым нужно подготовить бизнес-презентацию или какой-нибудь доклад, провести какие-нибудь переговоры, просто улучшить свою речь или, например, избавиться от каких-то зажимов, или, например, выступать перед публикой. В этой программе я создаю отдельный ряд занятий для каждого студента. То есть для каждого студента создаётся отдельная индивидуальная программа в зависимости от тех целей и тех задач, которые ставят перед собой ученики. Ну и, естественно, профессиональные актёры тоже приветствуются. У меня есть много актёров, которые поступают в театральные вузы или, например, готовятся к кинопробам. А вот актёрскую визитку ты тоже можешь помочь сделать, да? Потому что сейчас вот как раз это такая же история, которая действительно необходима. И ещё я знаю очень многих людей, которые во время пандемии читали детям, читали взрослым вслух и очень мечтают встрять в... Ой, прости за выражение. В такую историю, как озвучивание книг, аудиокниг. То есть если с тобой тоже это пройти, убрать все интересные акценты, шепелявости, и у тебя, может быть, есть ещё и какие-то тропинки, дорожки, чтобы кого-нибудь предложить куда-нибудь. Потому как понятно, что круг общения твой очень широк, и сказать, что вот у меня есть талантливый студент, попробуйте его для озвучки какой-то там книги, это было бы неплохо. Есть у тебя такое? Да, конечно. Не только с трудоустройством в дальнейшем, но просто... Я занимаюсь также и сценической речью, и дикторским искусством. И если родители хотят читать книжки своим детям, или если человек хочет попробовать себя в профессии диктора, я тоже этим занимаюсь. Ну и, конечно, я также занимаюсь кино, индустрией кино. Поэтому если есть талантливые дети, которые подающие надежды, и которые подойдут в какой-нибудь проект с удовольствием, если звёзды совпадут, я буду очень рад порекомендовать того или иного ребёнка. Отлично. Так, ты по Zoom проводишь занятия. Как тебя найти? Теперь ещё один вопрос, и мы вернёмся к Женьке. Да, меня найти очень просто. Можно позвонить по телефону, или ещё лучше написать смс. Телефон такой 201-620-1290. Напишите смс, напишите, что вы по поводу актёрской школы. 201-620-1290. Или можете написать мне имейл. alexnotkin27sobaka.gmail.com Можно найти тебя, Алекс Ноткин, на страничке на Фейсбуке. И могу просто сказать, что тот голос, который вы слышите, это голос Аватара на русском языке. Он озвучивал Аватара. А ещё он голос Михайловского театра. Поэтому если вы планировали поездку куда-то далеко за океан, и попадёте в Михайловский театр, и услышите там, уважаемые зрители, это он тоже. И услышите там «Добрый вечер». Это красиво. Спасибо, Юля, за такую прекрасную рекламу. Да не рекламу это. Я делюсь тем, что нравится. А мне очень нравится то, на каком профессиональном уровне, то, с каким допуском, близостью, с какой ты это делаешь, и с взрослыми людьми, и с теми, кто просто сомневается. И, конечно же, с детьми. Спасибо тебе большое. Алекс Ноткин, счастливо. До новых встреч. Спасибо, Юля, спасибо, Женя. Счастливо, до новых встреч, и приходите в мою школу. Жень, спасибо. Где вы учились вместе? Мы учились вместе в театральной академии в Санкт-Петербурге. Мы однокурсники. Фантастик, конечно. Только Александр, он был больше с режиссёрским, на режиссёрской, я была на актёрском. Я, правда, там проучилась всего год, потом уехала в Москву. Женька, у нас три минуты. Первое, ты сейчас просто очень здорово о себе рассказала, потому как теперь понятно, как ты пришла к этой профессии, которая у тебя сейчас, лайф-коучинг, и твоя игра The Game, потому как держать энергию твоей вот таких невероятных людей, это, конечно, теперь понятно, где ты училась, с кем ты училась, и что ты там делала. Нет, это было одно из обучений. Понятное дело, потом я училась и на бизнес-коучинг, и на тренера тренеров, то есть я пишу именно программы. На тренера тренеров. Да, и могу учить тренеров, и писать программы. Кстати, я ещё училась на программного директора на радио, так как у меня в прошлом было 7 лет, а радио тоже. Ой, у тебя и на Кипре радио было? Да, да, да. И ещё где-то... И вот сейчас я собрала всё это воедино, могу делиться этим опытом. И я одну хочу строчку сказать про Сашу. Очень важно, что у него в программе именно индивидуальный подход. Я вот придерживаюсь то же самого, что вот он работает именно индивидуально с каждым своим клиентом. Это очень здорово, это очень ценно, потому что сейчас всё так массово, и онлайн, и всё для всех, и зачастую каждому из нас нужно что-то прописанное именно для нас. Спасибо тебе большое, Саша тоже. Да, спасибо, не осваивайте. Да, я обратила на это внимание. Хочу сказать Алла Верды Жене, что я несколько раз участвовал в её играх и очень всем рекомендую это. Возможно, изменит вашу жизнь в лучшем. О, мой гад, ребята. Мы все повязаны. Спасибо. Женька, у нас две минуты. Как тебя найти, как включиться в игру, и, конечно же, что-то... Да, найти меня очень просто. В Инстаграм набираете Евгения, S-A-U-D-I, звучит это Евгения Сауди или Евгения Соди. И... Как Саудовская Аравия. Да, точно так же, абсолютно. Евгения, нижнее подчёркивание, S-A-U-D-I. И там будет написано трансформационная игра, там есть отзывы, там есть расписание, там есть описание детальное. Так что welcome, буду ждать новых прекрасных участников, объединять их вместе и создавать проекты мирового масштаба. Вот это круто. Жень, ну а мы тебя всегда здесь ждём. Спасибо тебе за свет. Я же готова у вас остаться и жить здесь, в твоей энергии. О, Господи. Спасибо. А вы знаете, хотела бы только пожелать, наверное, пару очень важных моментов. Думайте так, что вас кто-то слышит. И любви вам в этот июнь, потому что он ещё есть. Лето только началось. Счастливо. Евгения Сидоренкова была гостем Life is Life, а я Юлия Генюш. До свидания.